Субтитры создавал DimaTorzok Смоделировать время невозможно. Единственный способ – это найти образец, доказать, что этому образцу столько-то лет, описать, что происходило с этой местностью на протяжении всех этих лет. Глобальное потепление уже многие годы волнует человечество. Климатологи делают пугающие прогнозы, политики подписывают конвенции. Общественность не понимает, кому верить, и подозревает тех и других в предвзятости. Ученые ничего не придумывают. Мы честно объясняем, какими методами мы пользовались и какие результаты мы получили. Факт глобального потепления климата уже не вызывает споров у большинства представителей научного сообщества. Его фиксируют на всей территории планеты. Теперь споры ученых направлены на выяснение причин таких изменений. Виновен ли в этом человек или смена климатических эпох идет своим чередом, подчиняясь естественному природному циклу. Вот на этой чайке кольцо цветное и наш логер. Чтобы выяснить это, исследователи отправляются в самые разные уголки нашей планеты. На поиски беспристрастных свидетельств того, каким климат был в прошлом, когда человек точно не мог на него влиять. Сюда вот дальше. Только лед, лед, лед. Чувствую себя диверсантом где-то в тылу врага. Мы берем какие-то, ну, с точки зрения, так сказать, стороннего человека странные предметы и пытаемся каким-то очень-очень сложным образом выяснить, как климат и там ландшафты были устроены раньше. Вылетаем страшно сказать куда. Сюжет уникальный. Ну, это сложно поверить, но я действительно лечу на самолете из Африки, Антарктиду. Да, не скрой, это всегда было. Самых смелых мечтах. Но вот, я думал, что когда-то это должно случиться делать. Смотрю и думаю, вот как это удеетено, что есть пять материков, на которых живут люди, и еще один, на котором не живут. Но ведь он зачем-то же нужен, его бы просто так не было. Антарктида – это идеальная лаборатория для того, чтобы понять, что происходит с климатом, там, где прямого влияния человека практически нет. С Антарктиды ты обычно едешь первый раз. Первый раз он самый такой, вот ты никогда еще не был. И вот вдруг то, о чем ты мечтал в детстве, там, вот Антарктида. А дальше, ну, это уже, ну, как бы такая, ну, работа получается. В принципе, российско-антарктическая экспедиция каждую зиму нашу, даже в лихие 90-е, не прерывалась. Все знают, что Антарктида – это лед. И действительно, там, площадь свободных от льда пространств, она меньше процентов. Территории, да, где нет льда, в Антарктиде называют Азией. Ну, так как вот как в пустыне сложно встретить растительность, так и в Антарктиде. Везде лед, поэтому те редкие участки, где есть камни хотя бы, вот, всегда привлекали повышенное внимание. Возраст пород самих вот скального основания антарктического – сотни миллионов лет. Это самая древняя часть и самое интересное. Это то, что реально нас привело в Антарктиду. Ходим в окрестностях станции, выбираем место под первое бурение. Ну, все, опустил? Первый запустил. Пошел. Газу. Несколько глубоких скважин в свое время были пробурены американцами, но это все такая была очень разрозненная информация, и таких вот масштабных исследований не было. Сейчас у нас есть скважины по периметру всего материка Антарктического. Эти скважины мы используем для мониторинговых наблюдений. Туда устанавливаются автоматизированные термометрические комплексы, и они фиксируют изменение температуры в этой скважине. Если пробурить достаточно глубокую скважину, метров 100 хотя бы, то тогда, измеряя температуру на глубине 100 метров, можно примерно реконструировать изменение температуры на поверхности, но вот тоже за десятки лет. Сегодня жадество католическое, так что мы всех поздравляем. Оно уже наступило ночью, да не, сегодня жадество, праздник. Ну, как бы наступило, и вот целый день длится, мне кажется. А то, что мы в наших скважинах сможем померить температуру, это легко как бы. Вот термометр, вот скважины, меряем температуру. Оказалось, конечно, что это не так легко в условиях Антарктиды. Там рыхлых отложений очень мало, и в основном приходится сталкиваться, конечно, с твердыми скальными породами. Курить можно только с помощью алмазных коронок, с промывкой. Ну что, 31 декабря, утро. Пожалуй, вот такого 31 декабря еще у меня не было. Проходит примерно вот так. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России. Будьте счастливы. С новым 2018 годом. 9 января мы наконец-то пробурили скважину, смогли опустить внутреннюю трубу на 12 метров. И вот скважина. Каждый метр датчик до 12 метров. В конце логер, то есть прибор, который записывает все. И хранит на флеш-карточке. Да, на флеш-карточке. В Арктике действительно, по подавляющему большинству скважин, наблюдается повышение температуры за 50-60 лет на 2-3 градуса. Это вот некий факт. В Антарктиде долгое время наблюдалось, наоборот, понижение температуры. Вот в последние годы вот температуры перестали прям так сильно понижаться. И, ну, есть скважины, в которых, ну, наблюдается повышение, но все равно не такое заметное, как вот в северном повышении. Находимся около края ледникового щита Антарктиды. Здесь он откалывается. Лед отсюда постепенно отступает. Но медленно. Вот, видимо, вот эта вешка говорит о положении ледника в каком-то недавнем прошлом. Почему палеоклиматологов интересует Антарктида? Всем интересно, что же с ней такое происходит. Вот мы, например, видим здесь фронт ледника. И отсюда вот на многие тысячи километров уже туда, на юг, входит вот такой вот ледниковый купол. Всего через 50 километров уже будет толщиной в тысячу метров. Но и он потихонечку-потихонечку стаивает со скоростью 7 сантиметров в год. Вот. Но важно понимать, что даже в Антарктиде ледники отступают, и температура потихонечку поднимается. 27 января. У Абрамовича день рождения. Абрамович, счастья, здоровья, успехов жизни и надбавок. В наше непростое время нужны качественные публикации. А, ну-ка, тогда, конечно, вот это все зачеркиваем и желаем тебе одну публикацию в Нейчерке. У нас пока, да, есть вот период наблюдения 10 лет. 10 лет для климата это на самом деле очень мало. Основная миссия, которую вот я вижу, это все же оборудовать эти скважины таким образом, чтобы можно было поддерживать вот эти наблюдения десятилетиями. И тогда вот через 30-40 лет, можно быть сказать, вот мы инструментально имели вот такие температуры в 2010 году. Вот сейчас, в 2050-е, вы прогнозировали, что все растает совсем, а вот что мы видим. Поэтому мы пока, да, продолжаем наблюдения. Но, опять же, если не начать фиксировать изменения вот каких-то параметров природной среды, то потом будет не с чем сравнивать. Из доклада межправительственной группы экспертов по изменению климата. За последние 100 лет средняя температура поверхностного слоя атмосферы повысилась на 0,8 градуса по Цельсию. Толщина арктических льдов уменьшилась вдвое. К 2100 году уровень воды в Мировом океане может повыситься на 40 сантиметров и даже на метр. Это деревянные гробы. Они были получены археологами на раскопках Тульского Кремля. Предположительно, это захоронение начала 18 века. Любой деревянный материал, который старше нескольких сот лет, представляет огромнейшую ценность для палеоклиматологии, для понимания изменения среды в прошлом. Каждый прожитый деревом год зашифрован в годичном кольце. Всю жизнь деревом можно размотать как кинопленку и понять, в каких условиях это дерево росло. Самое молодое кольцо располагается сразу под корой. И, продвигаясь ближе к сердцевине, мы год за годом можем добраться ко времени рождения дерева. Для нас самым основным фактором, который влияет на прирост деревьев, является климат. Широкое кольцо означает, что на этот год условия для жизни дерева были благоприятные, а узкое – наоборот. Помните, была в 2010 году обширная засуха, она длилась почти что два месяца, началась в конце июля, были сильные пожары, и все из Москвы уехали. Ну так вот, практически все деревья на восточноевропейской равнине отреагировали наличием узкого кольца. Мой научный руководитель Ольга Соломина – директор Института географии РАН, эксперт в составе Международной комиссии по изучению изменений климата, которая получила Нобелевскую премию мира. Особенность географии заключается в том, что вы делаете все от начала до конца, и в этом основное преимущество нашей специальности. То есть вы сами планируете свой эксперимент полевой, сами туда выезжаете, сами отбираете образцы, сами встречаете прекрасных там людей разных, испытываете всякие трудности, которых нам тут так недостает в нашей мирной жизни. Славки – вообще место примечательное, не только из-за того, что это один из самых старых, один из самых мощных северных монастырей наших, еще из-за того, что у него есть гулаговская история, но еще в природном отношении это очень заметный объект. Там граница с лесой и тундрой, прямо в пределах вот этих вот нескольких островов. Именно там растут чувствительные к климату деревья, которые выживают. Дерево, оно как человек, если мы плохо живем в плохих условиях и мало питаемся, мы худенькие и мало прирастаем. Мы как раз и охотимся за такими деревьями, потому что маленький прирост и изменчивость очень высокая. То есть это дерево, оно будет очень зависимо от того, как эти условия меняются. Сначала мы едем в поле и отбираем живые деревья. И они покрывают последние несколько сотен лет. Дождями, движениями руки мы вкручиваем бур в дерево. И достаем керн. Вот она серединка, да, явные такие округлые кольца. Это как раз вот он. Очень редко, когда по живым деревьям строится хронология, там, за последние 500 лет. И дальше мы работаем с архитектурой или с какими-то археологическими объектами. Соловецкая обитель строилась монахами в 15 веке и быстро становилась центром активной торговли и развития ремесел. Но пресной воды рядом с монастырем не было. Зато многочисленные озера располагались в северной части острова. Монахи построили систему каналов, используя в качестве ограждений и дамб деревья. Мы предположили, что если древесина сохранилась в Иле на дне озера, такая находка продлила бы хронологию еще на пару сотен лет. Остановка там, это причал. Вот это дальше идет, это дамба. А вот все повернулось, там даже видно. Деревья. Там даже под водой забор есть, где наши мужики едут рыбу ловить и говорят, ой, на заборе хорошо клюет. Он так и стоит, забор. Ага, берем. Два больших весла и вот эта маленькая. Маленькое весло – это для узкого канала. Первый канал вы проходите на веслах, а во втором канале будете отталкиваться. Саша, мы сейчас зачем к берегу причали? Там вот бревнышко есть. Я пойду к берегу, наверное, а вы меня там покрытите. Саша, оно маленькое. Ну, оно не плотное, Коль. Ну, дай посмотреть. Ну, это 50 лет, Саша. Неизвестно, сколько оно лежит. Важно, чтобы дерево не только затонуло давным-давно, но еще было долгожителем, чтобы информации в его кольцах было как можно больше. Мы используем метод перекрестной датировки. Это такой метод, который позволяет путем совмещения рисунков ширины годичных колец у двух кернов как бы совместить эти рисунки и понять, что эти кольца, они отвечают за одни и те же годы. Вот, допустим, у нас вот эта часть живых деревьев, да, она заканчивается в 2000-х годах. Мы потихонечку подставляем, 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 и в конце концов, вот у нас получилась хронология, начинается с 1186 года. Почти тысячелетняя хронология. Тот самый забор, где хорошо клюет рыба. Кажется, удачное место. Балки действительно могут быть древними. Вода в озерах всегда очень холодная. Градусов 12, не больше. О, вот это уже интереснее. Конечно. Ох. Вот оно, все нормально, когда. Здесь может лет 200 быть хронологи, это описание. Таких спилов только из этой экспедиции будет привезен не один десяток. В Москве мы их тщательно изучим, определим их возраст, расшифруем каждый год их жизни. Мы те люди, которые предоставляем математикам и модельерам, которые сидят и моделируют, мы им предоставляем живой материал, с которым можно работать. Все вот это в конечном итоге выливается в одну единственную кривую, которая безумно важна. Потому что от этой кривой будут исследователи делать выводы, например, о том, какие были эпохи в прошлом. А общая модель климата сложится из данных многих и многих ученых самых разных специальностей. Когда наши модельеры берут и соединяют все вместе, они нам говорят следующее, что вот смотрите, не получается описать современные изменения климата, если мы не включим еще какой-то дополнительный очень сильный фактор. Мы не можем описать. Значит, если мы включаем антропогенное воздействие, то есть изменение атмосферы, состава атмосферы, и вот этот парниковый эффект, тогда у нас более-менее все сходится. Согласно обзору международной группы исследователей журнала Nature, к 2050 году может исчезнуть 40% видов растений и животных. Наибольшей опасности подвержены мигрирующие звери и птицы. Еще Дарвин сказал, что он удивляется, почему каждый джентльмен не становится орнитологом. Что первично, что вторично, птицы или климат? Да, ну климат, конечно, в этом случае на первом месте, но влияние климата на птиц иногда очень существенное. Я имею в виду изменение климата. Ну что, с ближней, с дальней. В Арктике сейчас потепление идет быстрее, чем в остальных областях. Очень часто имеют отрицательное влияние на птиц, из-за того, что они не успевают адаптироваться к этим изменениям. Нам интересно, как дальние мигранты могут воспринимать изменения климата здесь, на севере. Вот они понимают, что можно раньше прилететь или нет. Сейчас мы сделаем сверху сетку, накидаем туда рыбы. Птица за рыбу прыгает, а когда пытается залететь, упирается в сетку. Его лететь не может. Ну, то есть, если у нее хватит ума выпрыгнуть, а не расправлять крылья, то может. Но ума обычно не хватает. Вот эту штучку мы должны повесить на птицу. Такой маленький приборчик, называется он GLS логер. Здесь у него есть датчик освещенности. По продолжительности светового дня можно понять широту местности, а по началу и окончании светового дня – долготу. Вот основная задача через год – снять данные с этого года. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Значит, серебристая большая ушла. Стоять! Бобик! Большинство птиц пройдет обратно. Ну и самое главное – это их повторно поймать. Мы работаем с обыкновенной гагой, такая морская утка. Мы больше 30% птиц мы ловим повторно. Но, тем не менее, какие-то данные каждый год мы получаем. С помощью программ, которые обрабатывают эти данные, мы можем построить карту движения птицы в пространстве за год. И таким образом узнать, где она была. Если карточка, билет очень короткая, важно пролететь в определенный период. Если птицы начинают опаздывать, то это отражается на их выживаемости. Вслед за изменениями климата меняется все на планете. И споры ученых о причинах не утихают. Слишком много вводных. Расположение орбит, близость к Солнцу, извержение вулкана. А с появлением новых методов исследований возникает все больше вопросов. Мне кажется, что сейчас довольно опасный период, когда вот эта вот история с глобальным потеплением, она уже сейчас вот начинает окостеневать. И поэтому она становится господствующей парадигмой. И я надеюсь, что она все-таки не забьет те ростки, которые дают возможность усомниться в некоторых вопросах, которые еще далеки от разрешения. Ужасно хочется как-то продвинуться и сделать какой-то вклад. И как в поиске древесины, так и в понимании, что происходит. Понятно, что не все, наверное, получат Нобелевскую премию, изобретут что-то невообразимое, то, что там поменяет жизнь на всей планете. Но вот мы в меру своих сил стараемся ну как-то способствовать тому, чтобы что-то такое получилось. Ну, а что море, если немного капель? Да, поэтому каждый из нас и делает этот маленький кирпич для того, чтобы либо мы сами, либо кто-то дальше открыл нашу работу и такой, о, ну так понятно же! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok